Всем привет, кто подключился, и сегодня первое видео по заказу, а именно видео о том, что же случилось в Пермском периоде. Пермский период сам по себе не являлся экстремальным по части температуры остальных факторов, оказывающих серьезное влияние на биосферу. Если честно, то он гораздо больше был похож на современный нам климат, как по влажности, так и по общей резональности и температурам. В те времена уже оформились тропические леса, как отдельный биом появилось множество ареалов обитания, связанных с крупными реками, запустыненные местности также не отставали. И все это относительное блаженство длилось довольно долго, учитывая, каких форм и размеров достигла пермская биосфера. Крупные травоядные, такие как адафазавры или парейазавры, могли передвигаться группами в десятки особей. И это не было какой-то редкостью, хотя до этих времен и животных-то таких размеров просто не было, не то, чтобы они еще и в стада собирались. Стоит ли говорить о том, что в целом сухопутная жизнь нормально оформилась буквально недавно, по геологическим меркам, 50-80 миллионов лет назад, после Деванского периода, то есть настолько пышное сухопутное разнообразие для планеты было в первый раз за всю ее историю. Именно пермская фауна оформила большинство групп животных, которые и сейчас обитают на Земле. Среди рептилий появились первые диапсиды, давшие ход развитию динозавров, плезиозавров, плеозавров, надозавров и так далее. Также появились первые синапсиды, которым после своего почти полного вымирания к концу перми, пришлось стать млекопитающими. Появились новые группы насекомых, жуки и сечетокрылые. При этом пермь также ознаменована закатом почти всех главенствующих классов палеозойской эры, вымирают почти все крупные земноводные, в упадок приходят парарептилии и котелозавры, которым позже на смену придет целый отряд чешуйчастых, рептилии и отряда сквамата, а также вымирают все последние роды трилобит и кораллов рода хететес. Собственно, вымирало только то, что уже и так планомерно дохло на протяжении последних десятков миллионов лет. Как видно из краткой аннотации, в целом события в большей части перми происходили довольно медленно и были основаны только на том, что более прогрессивные животные вытесняли менее прогрессивных, уже исчерпавших потенциал развития, либо развивавшихся недостаточно быстро. Именно поэтому животные часто уходили в специализированные ниши. Например, многие пеликозавры имели кожистые арочные гребни, которые использовали для теплообмена и сигнальной системы, а многие горганопсиды стали околоводными животными, что также не способствовало универсальности организма. Стоит также заметить, что именно эти две группы хищников вымерли первыми еще до начала, собственно, самого пермитриасского вымирания. С травоядными происходило примерно то же самое, так что биосфера при всем своем разнообразии была достаточно устойчивой только в тех стабильно-тепличных условиях, что давал климат пермского периода. Что характерно, глобальных вымираний до конца периода задействирован-то и не было. А с планетой в то время происходила одна очень занятная штука – объединение материков в единый суперконтинент – Пангею. Это уже не первая в истории, скорее всего, уже четвертая, буквально за 400 миллионов лет назад до Пангеи континенты были также собраны вместе в виде родинии. Сие события кажутся незначительным, ввиду того, что для обывателя это просто объединение кусочков суши, но это имело гигантские последствия для планетарного климата. Во-первых, это изменение хода океанических течений. Меняется ход течений, меняется распределение температур, меняется климат и сезонные локальные течения, а также сезонные ветра, меняется климат на суше. Во-вторых, происходит горообразование. Появляются горы Урал и Апалачи. Из-за этого меняется ход воздушных потоков. Воздух за горной местностью становится суши, происходит запустынивание. В-третьих, это появление вулканической активности, которой доселе не видывали. Это увеличивало количество углекислого газа в воздухе в 15 раз относительно нормального парциального давления. Соответственно, это увеличивало парниковый эффект на фоне недостатка влажности. В-четвертых, выброс метана вулканами, а также высвобождение метана из каменноугольных отложений. Это еще более сильный парниковый эффект, который еще и начинает фиксировать химическим образом свободный кислород из атмосферы. Добавим к этим факторам то, что все это произошло буквально за 100 тысяч лет, ну кроме образования Пангеи. И получим, что выжить в то время было бы очень и очень нетривиальной задачей. На мой взгляд, стоит описать конкретную ситуацию, происходившую примерно 252 миллиона лет назад на территории современной Сибири. В те времена часть территории Пермской Сибири на площадь в 2 миллиона квадратных километров представляла из себя чадящую доменную печь, испрещренную глубокими трещинами по 4-5 километров в длину, из которых на протяжении примерно полумиллиона лет практически постоянно вытекала лава. В наше время это называется Сибирской Траповой провинцией, одной из самых крупных в мире. Состав магматических пород с тех времен кардинально не сменился, так что с уверенностью можно сказать, что это хатоническое извержение влияло на земной шарик не только постоянным нагревом ближайшей атмосферы. Самые важные элементы здесь это углекислый газ, метан и сера, а также связывание свободного кислорода с помощью горения. Постараемся же выяснить, что к чему и как ведет. Сам по себе углекислый газ не несет в себе никакого сильно опасного влияния, а расхваленный партией зеленый парниковый эффект от него, ну слишком переоценен это как минимум. Но не будем забывать, что суммарно парциальное давление этого газа буквально за 2 миллиона лет выросло практически в 10 раз на фоне снижения массовой доли кислорода. Это рекорд, причем рекорд практически за всю историю существования планеты. А вот второй газ, метан, он уже оказывал серьезный парниковый эффект и способствовал разогреву и без того уже прогреваемой мартеновской печкой земли. Важно отметить, что мегафауна тех времен была богата прежде всего насекомыми, при этом довольно крупными насекомыми. Дыхание большинства высших членостоногих осуществляется через систему трубочек трахей, что означает по закону квадрата куба, что чем крупнее насекомое, тем более мощная система трахей требуется для обеспечения адекватного газообмена. Но, тем не менее, существует определенный предел в размерах насекомого, диктуемый как раз таки не строением и весом его экзоскелета, а пределом, до которого можно разрастить систему трахей, пока насекомое не сможет вообще в принципе осуществлять жизнедеятельность. И здесь уже важно понимать, что уровень эффективности трахей зависит от массовой доли содержания кислорода в воздухе, ведь чем его больше, тем ли его легче перенести в гемолимфу, а там уже и до ткани, которые она омывает. Именно из-за высокого содержания кислорода в воздухе насекомые, использующие трахейное дыхание, вырастали до таких гигантских по современным меркам размеров. А именно из-за неспособности трахеи к работе с атмосферой, имеющей низкий процент кислорода, почти 80% всех родов насекомых склеила максилы и педипальпы буквально за миллион лет. Если думаете, что на животных с легочным дыханием это не сказалось, то будете правы и неправы одновременно. Крупные животные просто либо измельчали, либо вымерли, ведь меньше веса обеспечивать кислородом куда легче. С серой же, собственно, те же яйца, только в профиль, но уже не на суше, а в воде. Там сера связывалась анаэробными бактериями в сероводород. Это препятствовало удержанию достаточного количества кислорода и окисляло воду, что в свою очередь медленно убило большинство крупных рыб, а также трилобитов, белемнитов и большую часть аммонитов. Планктонным же организмам в кислой воде жизнь тоже сахаром не казалась, а учитывая, что на планктоне завязана большая часть пищевой и конической цепи, то и консументы первопорядка остались без достаточного количества еды, а за ними и вся остальная океаническая братья. Катастрофически быстрые климатические изменения не дали возможности многим крупным или узкоспециализированным видам выжить в быстро сменяющихся условиях. Пейзажи, климат, пищевые цепочки, ареалы обитания, состав атмосферы и океанической воды – все это изменилось слишком резко, особенно если судить по геологическим меркам. В итоге, как итог, вымиранию подверглись практически 90% водных животных и почти 70% родов сухопутных. Некоторые классы полностью вымерли и не оставили потомков. Земля осталась пустой еще примерно на 20 миллионов лет, что дало возможность архозаврам и предкам млекопитающих захватить практически всю ее поверхность. Выводы. Выводов из событий, что характерно, архозавры не сделали, о чем они и пожалеют примерно через 190 миллионов лет.